Хорошее, тёплое. Вот арбитр даёт свисток. И начался этот матч. Сборная СССР завладела мячом. Конечно, есть проблемы сборной Советского Союза в этом матче. Команда по существу новая. Вот первая атака итальянцев. Удар поворотом. Уваров вступает в игру. И мяч от рук нашего голкипера уходит за пределы поля. Это угловой. Первый угловой околоворот сборной Советского Союза. Вот кто-то из итальянцев получил, по-моему, травму. Это Бергоми. Игрок итальянского Интера. Судейская бригада сегодня из Бельгии. Итак, первый угловой. Это Скилачи, девятый номер. Лучший футболист чемпионата мира 90-го года. Ну, вообще, линия атаки, мне так представляется, довольно мощной. Должна быть, во всяком случае, у итальянской сборной. Хотя, конечно, есть нарекания в адрес того же Скилачи, который после чемпионата мира не очень убедительно за свой клуб играет и Ювентус. А вот Баджио, наоборот, в очень хорошей спортивной форме находится. Итак, угловой там пока оказывается помощь итальянскому защитнику. Небольшая пауза возникла. И так угловой подачи. Мяч на угол вратарской площадки летит. Защитники сборной Советского Союза отбивают мяч. Борезим. Самое главное, мне кажется, спокойно, это очень уверенно сыграть именно на первых минутах встречи, чтобы, может быть, в какой-то степени охладить наступательный порыв итальянской сборной. То, что она будет исключительно думать об атаке, я думаю, что сомнений в этом нет. Поэтому сборная Советского Союза должна была, конечно, приготовиться прежде всего, ну, если не к оборонительной игре, то, во всяком случае, как-то обезопасить свои ворота. Михаличенко, передача направо, это Добровольский. Михаличенко. Очень хорошие, кстати, отзывы о Алексее Михаличенко. Как-то он очень быстро вписался в игру итальянской Сандори. И уже сейчас, спустя вот всего лишь несколько месяцев после своего пребывания в Италии, он один из ведущих игроков Сандори. Кстати, эта команда лидирует в чемпионате Италии, набрав 11 очков. Скелачи у него из-под ноги на защитника выбивает мяч. Там кто-то я не вижу из наших защитников, по-моему, так персонально должен будет присматривать в течение своего всего матча за Скелачи. Из-за боковой итальянцы вводят мяч в игру. Скирачи не игры, не игры. Свободный удар из пределов своей штрафной площади пробьют советские футболисты. Конечно, этот матч с большим интересом ожидался. Как я уже сказал, это ключевой матч в этой отборочной группе, во всяком случае, осенью от нынешнего года. Уваров разыгрывает мяч со своими защитниками, так пока не торопясь действует наша команда. Мяч вышел за боковую линию. Это Сергей Олейников, но всего лишь три дня тому назад выступал он за сборную мира против команды Бразилии. Это когда чествовали Пеле, королю футбола, как вы знаете, исполнилось 50 лет Михаличенко. И сильная передача на левый фланг, там мяч до нашего футболиста не доходит. Атака сборной СССР по правому флангу. Из-за боковой сборной Советского Союза вбрасывает мяч. У многочисленных интервью, которые давали итальянские футболисты перед этим матчем, они с определенной, в общем-то, долей оптимизма говорили о том, что этот матч команда выиграет. Но я не знаю, откуда такие предпосылки, и такая, может быть, даже самоуверенность у итальянских футболистов. Ну, может быть, это и своеобразный психологический, что ли, ход итальянцев, чтобы в какой-то степени деморализовать, что ли, игроков сборной Советского Союза. Все-таки команда вот в нынешнем составе по существу проводит только второй официальный матч, потому что тренировочная встреча со сборной Израиля прошла просто в экспериментальном составе. Сборная СССР владеет мячом. Это Шалимов, по-моему, шестой номер, где передачен. Но борьбы, мне кажется, достаточно будет в сегодняшней встрече. Там капитан итальянцев хорошо очень вмешивается в игру. Итальянцы атакуют правым флангом. Но очень надежно, я скажу, играют пока наши защитники. И я скажу вам, спокойно так обороняется наша команда. Ну, может быть, угроз пока еще не было никаких. Прошло, правда, не так много времени. Пять минут, по-моему, с начала матча сыграли футболисты. Но, тем не менее, какой-то скованности я все-таки пока не вижу в игре сборной Советского Союза. Михаличенко. Кстати, итальянцы обеспокоены тем, что Михаличенко может, так сказать, испортить им и очень серьезно испортить настроение сегодня. Олейников бросает из-за боковой. Конечно, нашему тренеру Анатолию Бышевцу не очень легко было при подготовке к этому матчу. Дело в том, что, в общем-то, не всех зарубежных футболистов наших, не всех тех, кто выступает в зарубежных клубах, он сумел посмотреть в действии. В этом, конечно, сложность, так только по слухам, если можно было определить, кто в какой форме находится. Ну вот, не случайно все-таки приглашение Михаличенко и Олейникова на этот матч. Довольно плотная оборона и у итальянской сборной. Впрочем, мы в этом убедились еще и на чемпионате мира. Она труднопроходима, в общем-то. Пока итальянцы владеют мячом. Ну что ж, мне думается, вот в эти первые минуты встречи, в общем-то, идет равная борьба без каких-либо шансов на успех. Очень внимательно обе команды действуют в обороне. Ну, может быть, пока еще идет своеобразная разведка в этом матче. Мяч от ноги итальянского футболиста уходит за пределы поля. Угловой, первый угловой подает сборная Советского Союза. Десятый номер – это мостовой «Спартаковец». Подача, мяч летит где-то к углу штрафной площади. Удар, слет у нас футболисты наносят. Это был Сергей Оленников, но мяч проходит мимо ворот. Удар от ворот команды «Италии». Вот интересно, что, в общем-то, заботится, конечно, итальянская федерация о своей сборной. Я имею в виду о ее подготовке к ответственным матчам, к отборочным матчам чемпионата мира, чемпионата Европы. Не случайно, что все заранее предусмотрено в календаре. В частности, вот очередной тур состоится теперь только в следующее воскресенье. Тур чемпионата страны. Так что команда в течение недели могла спокойно готовиться к встрече с советской сборной. Ну и как везде вообще в Европе, среда отведена для международных встреч. Ну, сейчас, осенью имеется в виду, все-таки, это матчи европейских кубковых турниров. С мячом Михаличенко. Вы знаете, в сборной Советского Союза это, по-моему, пока самый заметный футболист вот в эти первые минуты встречи. Мяч в руках у Александра Уварова. Михаличенко. Михаличенко. Кульков. Пока мяч, в общем-то, не очень хорошо держится и у той, и у другой команды. Ну, три максимума, может быть, четыре передачи, затем соперник перехватывает мяч. Ну, думается, все-таки велико напряжение в этой встрече. Ну, и, может быть, еще итальянская сборная помнит о том поражении, которое сборная Советского Союза нанесла ей два года тому назад в полуфинале чемпионата Европы. Хотя, конечно, сейчас выступает совсем другая команда, совсем другая сборная Советского Союза. Может быть, вот это и определенная загадка, что ли, для итальянцев. Они просто не знают, что может команда вот в нынешнем составе. На что она способна. И поэтому вот с некоторой опаской, что ли, итальянцы тоже вышли на этот матч. Вполне возможен такой вариант. С мячом сборная Советского Союза. Ответная передача получает, но там наш центральный, свободный центральный защитник хорошо очень подстраховал своих партнеров. Это один из номеров, по-моему, Баджо в составе сборной Италии. Штрафной удар бьют итальянцы. Вы знаете, сейчас редактор нашей трансляции Александр Козлов принес состав мне сборной Советского Союза, ну и также сборной Италии. После вот этого момента я сообщу вам, в каких составах играет команда. И сейчас пока итальянцы подают угловой удар. Подача Уваров должен выйти. Да, хорошо, очень молодец, он стал ловить мяч, а кулаком выбивает его за пределы штрафной площади. Итак, состав сборной Советского Союза. Завратарь Уваров, второй номер Чернышов, третий Цвейба, четвертый Кульков, пятый Орейников, шестой Шалимов, седьмой Михайличенко, капитан команды, восьмой Кончельский, девятый Гецко, десятый Мостовой и одиннадцатый Добровольский. И состав итальянской команды. Ну, старший тренер, видимо, главный тренер сборной Советского Союза Анатолий Бышевец. Итальянцы, вот опасный момент, там кто-то из защитников, по-моему, это Чернышов, выносит мяч из предела штрафной площади, но мне кажется, там не разобрали сейчас, не поверили, вернее, не поверил Чернышов, что Уваров сможет дотянуться до мяча. Еще одна подача в штрафную площадь, опасный момент, ну, все закончилось благополучно для сборной СССР. Мяч в руках у Уварова. Итак, из состав итальянской сборной. Вратарь Дзенга, второй номер Феррара, третий Мальдини, четвертый Борези, пятый Ферри, шестой номер Де Агастини, седьмой Марокки, восьмой Де Наполи, девятый Скилачи, десятый Манчини и одиннадцатый Баджо. Ну, а кто будет выходить на замену, я думаю, что мы с вами это увидим и наверняка итальянское телевидение даст титры. Мяч пока. На половине сборной Советского Союза это Кульков. Нет, Россия, четвертый номер, это Цвейба. Так вот, мне сейчас сообщили, что наконец-то появился канал с Римом, звуковой я имею ввиду, комментаторский канал, и поэтому я передаю слово нашему комментатору Георгию Саркисянцу. Внимание, говорит и показывает Рим. Мы ведем прямой репортаж из столицы Италии, с Олимпийского стадиона, об отборочном матче чемпионата Европы между сборными Италии и Советского Союза. Вот только что, уважаемые товарищи, у нас установилась связь, и я благодарю моего коллегу Евгения Майорова, который по традиции подстраховывает своего товарища до тех пор, пока не восстанавливается связь. Но вот теперь мы, кажется, уже вышли напрямую. Итак, сборная СССР, сборная Италии, команды сыграли 20 минут в первом тайме, счет не открыт. Ну, в форме вы уже разобрались, в белой форме советские футболисты, в традиционных семейных футболках сборная Италии с Куадро Дзура. Арбитр сегодняшней встречи, судья из Бельгии Марсель Вангенхолдле, известный судья, он участник чемпионата мира. Вот атакуют итальянские футболисты. И великолепно сейчас действует Василий Кульков, бартаковский защитник, он играет под третьим номером. А атаковал Феррара правый защитник сборной Италии, молодой 22-летний футболист из клуба Наполи, Чиро Феррара. О нем очень много говорят здесь журналисты. Итак, Марсель Вангенхолдле, бельгийц, 46-летний, он участвовал на чемпионате мира в Италии, провел в качестве арбитра матча Италии-Чехословакии, Чехословакии-США, Ирландии-Египет. Вы знаете, составы были сегодня опубликованы в газетах, мне не удалось встретиться с нашей командой. Она прилетела вчера в Рим из Милана, где готовилась на базе, на которой готовилась к чемпионату мира сборной Федеративной Республики Германии. Вот здесь на базе под Римом в 25 километрах. И вдруг вот перед самым началом состав изменился, а побывать мне не удалось ни в раздевалке, просто невозможно. Я еле попал в комментаторскую кабину, которая, прямо скажу откровенно, находится на высоте птичьего полета. Не на тех местах, на которых мои коллеги работали во время чемпионата мира, а под самой крышей на таком балконе, где стоят две телевизионные камеры. Ну, это все, как говорится, мелочи. Погода установилась, утром шел сегодня проливной дождь, где-то в районе 6-7 утра. Да, затем появилось солнышко, опять пошел дождь, и вот сейчас тучи бродят над Римом, но над стадионом, Олимпийским стадионом солнце. И поле, в общем-то, в хорошем состоянии. Могу сказать так, что, не знаю, как ваше мнение, может быть, некоторые территориальные преимущества есть у итальянцев, но наши футболисты провели две-три довольно опасные атаки, пожалуй, наиболее активен сейчас в нашей команде Сергей Олейников. Ну, капитан нашей сборной Алексей Михайличенко играет под седьмым номером. Его участие в команде было под вопросом, поскольку он в последнем матче своего клуба «Самбдори» с «Миланом», кстати, в гостях играл клуб «Самбдори» и выиграл со счетом 1-0, там Алексей получил травму. Ну, у него, помните, перед чемпионатом мира в матче со сборной Израиля была серьезная травма плеча, и вот это, так сказать, дает себе еще знать до сих пор. Но, тем не менее, Алексей в составе команды, это уже приятно. У итальянцев боевой состав, прямо скажу, что 8 человек тех футболистов, которые играли в матче за третье место, когда итальянцы завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Новички это Чиро Ферраро, вот второй номер, седьмой нападающий из «Наполи» Максиму Криппа, и не играл в том матче Франко де «Наполи» полузащитить, также из клуба «Наполи», который был в запасе. Ну, а в нашей команде практически большинство новичков. Ну, осмотрим, чем закончится эта атака. Иван Гицко сейчас пытался пройти вперед. У нас играет, кто из футболистов, которые играли в чемпионате мира. Это вратарь Александр Уваров, полузащитник, полузащитники Сергей Олейников и Игорь Шалимов, и Игорь Добровольский. Ну, еще был в составе сборной на чемпионате Ахрик Слейба, но сейчас он Аданон не играл, вы знаете. Это нарушение правил. Бурно реагируют болельщики. Кончельский атаковал итальянского футболиста. И опасный штрафной будут бить итальянцев. Что там, Феррара. Да, сейчас чуть было не владел мячом. Это хорошая может быть атака у наших футболистов. Ну, значит, надо идти вперед. Зачем останавливаться? Вот сейчас слева открывается Добровольский. Добровольский и Шалимов. Ну, вот сейчас Шалимов, что неправ. Вступил в борьбу он сейчас с Франко де Наполе. Хотя мог сыграть пас с Добровольским, который в двух-трех метрах от него находился. Ну, это уже нарушение правил. Неправильно атаковали Александра Мостового. Ну, несколько слов, какие клубы наши футболисты представляют. Ну, Александр Уваров, московский динамовец. Так же, как и защитник Андрей Чернышев. Ахрик Свейба, это Динамо Киев. Василий Кульков, Спартак. Сергей Олейников, итальянский клуб Лечи. Игорь Шалимов, Спартак. Алексей Михайличенко, самбдориа итальянская. Андрей Кончильский, шахтер. Иван Гиско, черноморец. Александр Мостовой, Спартак. И Игорь Добровольский, московский динамо. Борьба такая жесткая, я бы сказал, идет. Атаковали Максиму Криппу. Кстати, мне коллеги итальянские журналисты перед матчем говорили о том, что Максиму Криппа как раз славится тем, что он очень агрессивный физически, такой сильный футболист. И не дает обычно сдачи, вернее, всегда дает сдачи сопернику. И, может быть, именно поэтому и Лечи не включил его в состав на этот матч. Сейчас вы видите, вот видите, Роберто Баджо. Мяч попал в руку. И пошли вперед наши футболисты. Шалинов играет на Добровольского. Тут чуть напережение сыграл сейчас. Феррара очень активно играет. Чиро Феррара, второй номер. Он только что сейчас владел мячом. Он был в атаке, то на левом фланге, то на правом штрафной площадке. Я уже несколько раз его замечал. Вот он получает мяч. Как раз мои коллеги итальянские, работники итальянского телевидения, это компания РАИ, показывает в основном сверху. Вот это как раз две камеры рядом со мной, на этом балконе, под самой крышей. Красавство, прямо скажем, стадиона. Капитан Борези, Франко Борези, центральный защитник. Он представляет Милан. Рукой там Седерона. Вот это уже опасно. А я все-таки, вы знаете, так поглядываю трибуны, думаю, что ошиблись, что ли, сказали. Вот и народу, то есть, и стадион мещает около 90 тысяч, но у меня такое впечатление, что как минимум 1065 здесь есть. Такое небольшое сейчас затишье наступило. Мы, конечно, нам бывает очень трудно, когда мы приезжаем в другой город, здесь кого-то не знаешь, что-то, поэтому мы всегда рассчитываем на наших коллег, на советских журналистов, которые работают от меня. Оказал помощь корреспондент ТАСС Александр Тараканов. Я, конечно, очень благодарен ему за это. Он, так сказать, прямо здесь меня сопровождает. Находится рядом со мной. Даже сесть здесь негде вот на этой, так сказать, на скворечнике, будем так говорить. Прямо очень высоко. Ой, я мне никогда не приходилось с такой высоты вести репортаж. Какой-то затишье перед бурей, или, может быть, так сказать, команды доигрывают первый тайм. Церри сыграл сейчас налево, на Капитана, на Борезе. Ну, здесь Варо выходит вперед. Как будто все прикрыли. Нет, вот слева там сейчас... Но решил на правый план выиграть. Сделал рывок добровольствий, ждет передачи. Кульков там отдал. Фас-жет, наши атакуют. И арбитр назначает штрафной. Получил там травму Кончильский. Андрей Кончильский, служболист Шахтера. Вот побежали наши врач-массажисты. Мы еще раз смотрим на этот момент. Вот тоже подножка. Вот видите, ну, вы знаете, вот такие нарушения правил, когда это явная была сейчас подножка, потому что футболист далеко ушел, уже мяч достать было невозможно. Это самое опасное вот нарушение. Можно тяжелейшую травму нанести футболисту. Здесь сегодняшняя итальянская спортивная газета очень много пишет о Игоре Добровольском, о том, что вроде бы уже заключен договор о том, что он будет играть за Генуя. Но, оказывается, у Генуя уже взяли, значит, администрация Генуя уже взяла третьего зарубежного футболиста. Поэтому вроде некуда деваться Добровольскому. И вот его могут они, собственно, или перепродать, или уступить, будем так говорить, кому-то какому-то другому клубу. Ну, очень печально. Много в нашей прессе писали об этом. Конечно, молодой, талантливый футболист, и он нужен еще и сборной, нужен московскому «Динамо», конечно, команде, которая, в общем-то, впервые серьезно встала на ноги в нынешнем чемпионате, завоевал бронзовую медаль. Конечно, Добровольский – это тот футболист, который просто необходим. Организатор, техник великолепный, умеющий забить мяч. Михаличенко там что-то жрекурирует. Ну да, считаю, что стенка отошла не на положенные 9 метров. Удар. И прекрасно играет Бальтер Дзенга. Игорь Добровольский. Великолепное исполнение на последней минуте, на последней минуте первого тайма. Прекрасно выполнил штрафной. Но Дзенга просто молодец. Михаил Дзенга здесь. Ну, Вальтеру Дзенге 30 лет. Он из клуба интернационали. Вы знаете, как это не странно, но чаще всех в нашей команде нарушает правила Игоря Добровольский. Вы сейчас еще видите повтор, ну, удар великолепный в девятку. Но, как вы сами понимаете, что удар сам по себе был не сильный. Игорь подкручивал мяч. И поэтому достал. Если бы это был, так сказать, удар напрямую, такой мощный, то, конечно, бы не среагировал Дзенга. Но, тем не менее, молодец, молодец. По-настоящему, первый такой вот реальный момент был у наших футболистов. Две семерки встретились. Сейчас так похлопывают друг к другу. Вот так Михаил Ильиченко и Максиму Криппа. Денаполя отдал капитану. Борезий еще дальше на Агустине. И мяч у нашего футболиста Сергей Ореников. Здесь Добровольский. Что-то передерживает все-таки Игорь мяч. О, прямо удар под дых, как говорится. Мяч попал в арбитра. Зрители очень любят эти моменты. Вот в центре оборонно-итальянской команды играет Франко Борезий и Рикардо Ферри. Но Ферри действует чуть впереди. Подсечка, знаете, такая борцовская. Сзади. Это Мостовой. Александр Мостовой. Вы знаете, кого, пожалуй, вот незаметно сейчас в нашей команде, это Ивана Гиско. Как-то выпадает он пока из общего ансамбля. Добровольский. Ферраро его атаковал. И мяч не удалось сделать нацеленную подачу на штрафную площадку. Вот он, Вальтер Дзенга. Ну, журналисты говорят, что сейчас есть молодой вратарь в Ювентусе, в стаконе, который, может быть, даже лучше стоит, нежели Дзенга. Но опыт есть опыт. И, конечно, Вичине доверил вот в этом матче мета-водителям Ираи. Буквально за час вот до начала этой трансляции все выяснилось, и мы с вами... Вот ведь поэтому и я начал... ...что в сборной Италии отсутствует несколько футболистов известных, на которых, в общем-то, рассчитывал Вичине. Ну, я уже говорил о капитане, о сквадре Азура Бергами, который, так сказать, наш атакует. Он, так сказать, не в форме, поэтому не включен в состав сборной. Донадони и Джанини травмированы. Ну, и вот, да, Кассирагиев, футболист, который, так сказать, очень много... ...так сказать, заявил о себе и о нем очень много пишут. Он должен вот-вот лечь на операцию колена. Ну, в запасе известные также футболисты. Ну, вратарь Такпони, здесь Марокки, Манини, Николо Берти и Альдо Сирена из Интера, хорошо известного футболиста. Ну, и, наконец, наши запасные футболисты. Это Владимир Татарчук, Владимир Тищенко, Олег Протасов, Сергей Горлукович и вратарь Станислав Черчесов. Кончинский сейчас пытался, хорошо, знаете, открывался, но не заметили партнера его маневра. Отыграли мяч Чернышову назад. Чернышов еще дальше. Это Шлейба, тот к Добровольскому. Сергей Олейников. Пас на Мостового. Хороший пас к Добровольскому. И капитан итальянский сборной Франко Борези выручает своих товарищей. Такой момент нелегкий был. Опасно наш атаковали. Вот Борези вновь смещен. Мостовой его атакует. Михаил Ищенко. Ну вот это напрасно. Зрители не любят, когда в центре поля отдают мяч назад вратарю. Тем более не было в этом необходимости. Мальдини выбил мяч за боковую линию. Кончельский сыграл на Рейбу. Кульков. Слушай, я думаю, у нас таки молодая, перспективная команда. Ну, немножко бы сыграться футболистам. Конечно, Свиста, Михаил Ищенко и Олейников. В общем-то, не со всеми еще футболистами играли. Не имеют достаточной сыгранности. Шалимов. Ошибается прямо. В ноги Криппи отдает. И смещен уже Манчини. Итальянцы стараются широко действовать, вести атаку широким фронтом. Келачи, вездесущий скелачи. Очень опасный, быстрый и агрессивный футболист. Резко меняет направление атаки. Держать его очень трудно. Манчини. Пас Мандини. Ну, не успевает он к ничему. Пас на Баджу. И хорошо, хорошо сейчас сыграли наши. Олейников. Сильно бьет, хорошей передачей вперед. Но чуть, пожалуй, сильно. Чуть действительно сильно. Там Гиско выходил уже к линии штрафной площадки. Но и Дзенга выходил к линии штрафной. И там Борези подстраховывал своего рутаря. Вот сейчас Борези хорошо сыграл с Наполи. Баджо за своего капитана. И вот опасно атакуют здесь итальянцы. Манчини сейчас выходил по левому флангу в нашу штрафную площадку. 22 матча провел за сборную команду Италии. Вы знаете, конечно, тренеру дано право решать, кого выставлять на тот иной матч. Но, тем не менее, журналисты, мы, комментаторы, имеем право на свое мнение. Не хватает в атаке у нас еще нападающего. Может быть, очень много, может быть, так сказать, нервозности в игру обороны итальянской сборной. Их повезти Сергей Кирьяков. Ну, возможно, еще введет в игру в сегодняшнем матче Протасова Анатолия Бышева. Дзенга чем-то недоволен, что защитники не прикрыли наших игроков. Ну, сейчас он немножко замерзничал и в итоге так вот, видите, выбил мяч за пределы поля. Добровольский и сбивает его Алоуиджа Диагостини. Ну, Добровольский так напрасно сейчас очень уж бурно реагирует. Если мы с вами, видите, как действительно такая опасная игра была. Но дело в том, что он сам в первом тайме несколько таких нарушений допустил. Ну, в общем-то, он как раз не относится к категории игроков, которые... Вот сейчас желтые карточки получат. Ну, смотрите. Ну, безобидная ситуация. Для чего вот? Для чего, спрашивается? Я не могу этого понять. 17 минут играет во втором тайме. 0-0. Вот здесь вот желтый карточку получил мостовой, что он что-то затягивал время. Я уже момент упустил, когда Добровольский ушел из этой точки и подумал, что это ему. Хотя, в общем, мостового и Добровольский ушел тут трудно. Ну, просто от обиды, когда, как говорится, получает предупреждение на ровном месте. Когда никакого, так сказать, повода, в общем, нет. Добровольский хорошо играет. Пожалуй, он сегодня чуть передерживает мяч. Ну, с другой стороны, можно объяснить это тем, что нет рядом кого-либо из партнеров, с кем можно сыграть в пас. И отсюда, так сказать, вынужден делать попытку самому пройти, если штрафную площадку, а лишь потом уже сделать передачу партнерам, которые уже подойдут к этому моменту в штрафной площадке соперника. Опять какой-то некоторый спад в игре и той, и другой команды, пока наши контролируют мяч. Михаличенко отыгрывает назад. Вот это опасно. Там уже тут как тут Сальвадор и Скилачи. Свейба. Добровольский. Ну, в основном он взял на себя игру для Антреполя. Олейников. Пас на Добровольского. Ну, сейчас пас направо. Кончельский с прострел. Там мостовой выскакивал на эту передачу. Ну, в Мальдине был на чеку Андрей Кончельский. Что там фиксирует? Ну, боковой судья показывает, что было нарушение. Даже жестко. Показал ногой, что была подножка. Но арбитр не обратил на это внимания. Еще раз напомню, что матч судит бельгийский судья Марсель Ван Лангенхове. Арбитр, который судил на чемпионате мира. Был арбитром трех матчей. Виталий Чехословакий, Чехословакий США и Лангенхов. Мостовой. Неком отдать. Саша как-то немножко запаздывает. Ну, в общем-то, большую группу в обороне держит. Я вот так, пять человек. Так, как, Олейников не дотянулся до мяча. Баджо на правый фланг. Вот и видите, в свою очередь, Баджо ошибается. Свейба, наш защитник. Хороший пас. Добровольский и Борези. Борези вышел победителем и быстро отдал мяч из Денаполи. Манчини. Ну, так же являются трибуны. Мяч снова у Манчини. И смотрите, как хорошо сейчас на коротке сыграли итальянские нападающие. И Манчини очень удачно сейчас действовал. Он, собственно, провел мяч со своей поля. Рикардо Ферри. Ферри налево. Ферри налево. И Лачи. Но... Ферри. Ферри. Еще одно нарушение. Штрафной будет бить сборная команда Италии. Ферри. 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 Баджи сейчас будет сбрасывать мяч Скиващи. Да. Скиващи бьет. очень высоко 26-летний нападающий ювентуса он был самым результативным на чемпионате мира в италии 6 мячей забил итальянцы пошли вперед и агостини играет налево левый уже мальдини все время подключается последнее время в атаку как-то неуверенно сейчас наши там свейба центре обороны то ли отбивать уж надо лучше наверняка отбивать пускай даже на угловой прямо перед вратарем перед уваровым не надо здесь нельзя играть своей штука у своей душа это такое там тем более с кивачи был в штрафной площадке так и ждал что вдруг отдадут мяч вратарю яцко яцко зацепил соперника да к сожалению очень много нарушений со стороны наших футболистов да сейчас все таки я вот обращаю внимание после первого тайма на состояние футбольного поля конечно дождь сильный проливной дождь свое свою руковую роль сыграл поля уже не в очень хорошем состоянии тяжеловато играть воров и некому в общем то отдавать впереди один гипско один причем в окружении своих защитников сборной италии но сейчас мостовой и пас на гиско быстро но успеет нет там очень кладнокровно играет рикардо серри спокойно пасла на своего капитана Борези идет вперед ну опытные в сочетании опытных игроков и молодых в обороне сборной Италии Борези конечно один из самых опытных он вместе с Дзенкой ему уже 30 лет опасно молодец Уваров ну традиционный такой возглас вратарский или мой или беру поэтому там очень четко сейчас защитники играли поняли своего вратаря Михаил Ильиченко потерял мяч вот это может быть опасная атака Баджо некому отдавать обыгрывает двоих Михаил Ильиченко здесь что такое Судья показывает что надо им продолжать игру и мяч у Олейникова Михаил Ильиченко тоже немного отошел в тень Алексей где-то в первом тайме они добровольским организовывали игру в атаке а сейчас он больше действует сзади мостовой но это штрафной явный штрафной Чиро Перара перестарался сейчас зацепил сзади нашего футболиста 27 летний полузащитник московского Спартака вот видите подножка сзади Вальтер Дзенга устанавливает такую небольшую стенку из трех футболистов ну а 9 метров то нет бьет Игорь Добровольский может будет закручивать вероятно ох как хорошо вот знаете что сейчас ведь мог доставить неприятность своему вратарю Роберто Баджо он вдруг неожиданно сделал шаг вправо видно рассчитывая что именно сюда а Добровольский бил как раз на то место где находился Баджо и мяч пошел в нижний угол хорошо там Дзенга был на чеку итальянцы атакуют и нарушает правила олейников сбивает Массимо Криппу ну здесь Олейников в общем играл мяч вот при повторе хорошо видно но чуть-чуть не достал но вероятно замена будет сейчас в составе сборной Италии готовит кого-то из футболистов Удар от ворот сборной Советского Союза 28 минут так если судить по моему секундомеру поскольку второй тайм чуть раньше где-то начался неровно в половину ну так 0-0 0-0 те кто опоздал к нашему прямому репортажу из Рима напомню здесь на Олимпийском стадионе во сборочном матче чемпионата Европы встречается сборная Италии Советского Союза 0-0 матчу атакует левым флангом и молодец сейчас ахрик свейба выбил мяч на угловой опасный был атака квадро обзоры вы знаете у болельщики сегодня так эти раза два сколыхнулись на трибунах организовали такую мощную волну ох опасно там не было никаких нарушений все четко сейчас играл андрей чернышов и вот поэтому как ведут себя болельщики чувствуется что нет заметного преимущества и просто такого преимущества будем даже так говорить сборной италии если есть где-то может быть некоторые территориальные но это весьма и весьма незначительный барызи поддал правее чернышов отбивает мяч михаиличенко вот видите приходится играть на отбой впереди никого нет даже гидско отошел уже назад ближе центрального круга здесь расположился пошли наши вперед вот может быть острой атака гидско ждет когда подоспеет товарищи тут добровольский ну что а вы знаете что ведь он сейчас пытался он увидел что дженга вышел из ворот так метра на 3 на 4 и 6 решил через вратаря перебросить мяч но в итоге получился не пас и не удар по воротам и все же мне кажется что мы имеем неплохую перспективе команду надо сыграться и будет хороший коллектив мостовой хорошо пас налево но мяч у мостового здесь добровольский рядом но били мостового и поэтому же не кому было дать мяч на правом фланге сейчас открылся кончельских вот его не заметили мы сейчас уже ему трудно здесь пытается сейчас обыграть защитника это мальдини был против него кульков кончельских играет парень кого-то на кто-то кулькова и молодец молодец как луизжи де агостини не дал ничего уйти на угловой и выбил его луизжи де агостини полузащитник ювентуса тоже один из наиболее опытных игроков ему 28 лет команды и горный талий тоже хорошее сочетание опыта и молодости михаличенко и тут свисток было нарушение правил неправильно атаковали роберту баджо да первая замена в нашей команде кончились станет к никто уходит уходит гиско вместо него протаса вы знаете вот прямо опередил меня анатолий вышел я сказал что нужно очень нужно вот сейчас такого игрока таранного типа как олег протасов но все таки протасов опытный игрок вы знаете что он сейчас выступает в греции за клуб олимпиакос ну может быть вот то что протасов войдет в игру и скажется на действиях наших атакующей линии мостовой там ведет борьбу на правом фланге с мальдини добровольский опять вернул мяч партнеру опять мостовой вот там так вы знаете претендует итальянские защитники просто прижали нашего игроков там звуковой линии но теперь слово за анзелью вичини кого он ведет в игру сирена появляется альдо сирена шестнадцатый номер но и такой итальянцы ох какой момент и слейба слейба прямо из-под руки уварова но он вероятно не чувствовал что уваров бросается тут уже говорится не для раздумий было и угловой но уваров получил травму это досадно вот посмотрите этот момент уваров уже бросается но слейба тут зацепил да свой за защитник ахрик слейба зацепил александра уварова так посмотрим вместо кого выйдет альдо сирена он нападающий из интера ну в общем то я не совсем думаю что он полузащитник но такого атакующего клана любит атаковать и итальянцы собираются девятку сумеет заменить келачи но я не знаю как как понять вот такую реакцию зрителей сумят они недовольны вероятно все таки келачи относятся к любимцам кефози ну сирена вы помните не раз выходил на замены в ходе чемпионата опасный момент удар поворотом рикардо перри да вот мне подсказывает мой коллега александр тараканов что все таки это пожалуй больше недовольство самим келачи от него ждали больше но я все таки отмечу что он был особенно в первом тайме наиболее активным в сборной Италии смотрю на секундомер по моему секундомеру сыграно 35 минут тридцать пять минут второго тайма 0-0 в 18.05 по московскому времени к нам должна приключиться огромная аудитория радиослушателей маяка и я сделаю паузу и продолжу тогда уже радиорепортаж ну пас на манчине ну что ж я и особой сыгранности у итальянцев не вижу хотя я уже говорил что 8 игроков основного состава того состава который в решающем матче победил и выиграл золотые медали стрельба играет на Василия Кулькова ну а Михаил Ильиченко прочно занял место левого защитника здесь небольшая группа советских журналистов конечно мы ни в какой мере не можем сравниться с огромной группой итальянских представителей тампы так называется пресса нет не успеет не успеет ну вот из советского союза на этот матч специально прибыл главный редактор еженедельника футбола Олег Кучеренко также корреспондент советского спорта Юлия Сигеневич и Леонид Рахтенберг ну вот ваш комментатор здесь наша группа наша небольшая но матч действительно очень важный Добровольский не точно играет и мяч приходит к Манчине он все-таки главную скрипку играет в сборной Италии а мы теперь начинаем радиорепортаж совместно с прямым репортажем по телевидению о матче отборочном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Советского Союза это прямой репортаж из столицы Италии Рима с Олимпийского стадиона идет сейчас я точно уже определил время 38 минут сыграли команды во втором тайме счет ничейный 0-0 для радиуслушки скажу что игра проходит практически в равной борьбе может быть временами небольшое территориальное преимущество имели итальянцы но по-настоящему острых моментов у ворот Александра Уварова они не создали и вот сейчас опасно атакует итальянские футболисты Билл Массиво Криппа а наши были в Бориске однажды к успеху когда мощный удар со штрафного нанес на предпоследней минуте первого тайма Игорь Добровольский так метров ну с девятнадцати наверное восемнадцати направил мяч в верхний угол ворот и в блестящем броске Вальтер Дзенга вратарь итальянской сборной отправил мяч перевел мяч на угловой вот это по-настоящему такой был острый момент нет все правильно меня поправляет по поводу времени ну давайте последним за игрой в общем-то я сказал бы для нашим радиосущным что и сборная Италии и сборная Советского Союза они одинаково так сказать составляют сплав молодых футболистов и опытных в общем это самый правильный так сказать ход мыслей тренеров таким образом надо омолаживать команду чтобы все-таки они начинали выступать в составе вместе с опытными мастерами но так не надо рисковать это спартаковец Василий Кульков отбил назад Александру Уварову ну я скажу нашим тогда радиослушателям состав сборной Советского Союза в воротах Уваров в обороне Чернышов, Цвейба, Кульков и сейчас действует капитан нашей команды Михаил Ильиченко в полузащите Олейников, Шалимов, Кончельский с мостовой ну и впереди будем так относительно добровольский и играл Гитко, футболист Черноморцев его совсем недавно заменил Олег Протатов хорошо, теперь у нас Протатов в атаке так что и в первом тайме и вот сейчас у нас чистый один нападающий в первом тайме был и в начале второго Гитко, а сейчас Олег Протатов ну значит я где-то ошибся, что 31 минута вот наш острый момент у ворот сборной команды Италии и по воротам бил Игорь Шалимов вот видите еще раз подачу, немножко опаздывают камеры еще желтая карточка кому из наших футболистов? Свейба получает желтую карточку вторая уже в первом получил мостовой причем как говорится действует в общем за нарушение правил грубую игру желтой карточка это все-таки мостовой не мостовой, а добровольский я во время репортажа тогда правильно сказал ну тут телевизионные камеры немножко меня ввел и так добровольский тоже в безобидной ситуации получил предупреждение когда начал что-то высказывать какое-то неудовольствие и получил желтую карточку ну и я не могу сказать, что игра грубая нет но нарушений правил таких мелких полов достаточно много итальянцы с левого фланга подают угловой и у мяча Луиджи де Агастини подача Уваров его там атаковал Чирро Феррара и арбитр назначает штрафной за нападение на вратаря вот посмотрите давайте посмотрим да рукой рукой Феррара ну даже может быть болельщикам это было и не видно но при повторе хорошо и Феррара прямо рукой в голову Уварову нанес удар нанес удар итальянцы начинают атаку правил ландом и пас прямо на мостоволу и тот бьет вперед здесь Игорь Довровольский ну что такое ну совсем не похоже на Игоря что-то он не в лучшей сегодня форме очень много ошибается при передаче передерживал первом тайме мяч 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 уходит здесь под нами за боковую линию и быстро в Мальдини защитник итальянской сборной бросил снова мяч в Мальдини отыгрывает назад на свое половинополе капитана команды Борези центрального защитника тот еще дальше на правый фланг к другому своему партнеру по обороне и удар по воротам но это с места правого защитника пошел вперед Криппа нападающий клуба Наполи в общем то его можно отнести к разряду дебютантов сборной Италии и сейчас правого фланга итальянцы будут подавать угловой как правило угловые подает Роберто Баджо подача и удар по воротам сборной Советского Союза но удар не точный удар Альдо Сирены он вышел на замену заменил Сальвадор и Скилачи герой итальянского чемпионата мира Далеко выбивает мяч на правое половое поле здесь четко действует Ферри он пожалуй один из самых лучших в обороне в итальянской сборной свободного центрального защитника играет атакует итальянцы правым флангом прострел и ах неплохо и Цвейба она центральный защитник выбивает мяч за боковую линию к противоположной трибуне на уровне угла штрафной площадки сборной Роберто Манчини там пытается переиграть Михайличенко и за боковую Шалимов выбивает мяч все кроме Дзенги на левой половине поля на половине поля сборной СССР Михайличенко отбивает мяч свою штрафную здесь все-таки наши разряжая обстановку отбили мяч но атака итальянцев продолжается Феррара пытался сыграть в пат Роберто Баджу но комбинация так-то бесплотно закончилась Сирена мешает Увару ввести мяч в игру но Александр далеко бьет на правой половине поля пока оба тренера и Анзелью Вичини и Анатолий Бышевиц сделали по одной замене напомню футболист Иван Гицко футболист одесского черноморца вошел в игру Олег Протасов футболист греческого клуба 10-ти отмени штрафной площадки грубо капитан итальянца Франко Борезди потерял мяч выхватил из-под ноги у него Протасов пошел вперед и решил издали ударить перебросить через Дзенгу мяч один на один мог смело пройти еще вперед вот мы видим по телевидению повтор и он бьет мимо ворот и намного выше вот это стопроцентный голевой момент будем так говорить Протасов смог вывести сборную команду Советского Союза вперед да такое случается нечасто да ну что ж остается только огорчаться переживать но назад этот момент не вернешь вот уже взволновался Анзелью Вичини скачал со своего места что-то недоволен своими подопечными увлеклись немного атакой но атакует Мальдзини Кульков сейчас молодец сыграл мяч был переброшен через Уварова и Кульков так перебросил мяч через себя и в итоге мяч ушел из оттаги итальянца за пределы поля А Кульков очень хорошо сыграл действительно разрядил обстановку Свейба вводит мяч в игру по-прежнему по-прежнему впереди у нас один ну и как сейчас выходил Уваров опасно к риме штрафной но хорошо что у нас еще целопотворение штрафной площадки Советского Союза и Роберто Манчини в итоге наносил удар и выше ворот выше ворот но сейчас конечно грубейшую ошибку совершил Уваров но оборонялись наши самоотверженные но зачем же он пошел прямо к линии штрафной там и свои защитники мешали замену Анатолий Бышев собирается произвести я вижу как появляется у кромки поле Владимир Татарчук футболист ТСК кого он заменит наш сейчас опасный момент в штрафной площадке но там Протасов опять же боролся с защитником кого сейчас заменят смотрю внимательно по-моему десятую цифру держит представитель обслуживающего персонала по-моему мостового собирается менять Владимир Татарчук ну а пока там идет борьба у противоположной боковой линии поля мяч у Баджи он уже сейчас в районе центрального круга играет было нарушение правил но мяч у итальянцев пока замены не производит наши хорошо сыграл Кончельский что-то наши запутались мостовой там и угла штрафной площадки но отбили мяч и вот может быть опасный атака добровольчики проходят среднюю линию поля идут наши страю вперед но уже подошли итальянские защитники их много удар по воротам с дальней дистанции и мяч уходит на угловой несмотря на то что Дзенго пытался его достать Шалимов 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 наша прекрасная была атака но было бы лучше Шалимов подключился а вдвоем шли Протасов с Добровольским и у нас замена вместо мостового выходит Владимир Татарчук футболист ЦСКА ну может быть с выходом Володи немножко оживится игра наших в атаке кстати в общем-то появление Протасова бесспорно сказалось и они вместе с Добровольским и Шалимов стал подключаться как-то поактивнее стали играть наши подают угловой Борези отбивает мяч вот если судить все-таки по моему времени все что где-то минут 10 остается до конца матча 0-0 на встрече сборных Италии Советского Союза наши уже произвели две замены из-за боковой бросают наши футболисты Кульков не точно бросает прямо на ногу Манчини и итальянцы Манчини снова подходит сборный удар по воротам блестящий бросок Уварова и он вытаскивает мяч из правого нижнего угла а поворотом бил Чиро Феррара 22-летний защитник Наполи опаснейший момент вот у наших здесь возможность атаковать правым флангом кончельских идет пас на ход Протасову и Дженга выходит вперед и на какую-то секунду от нашего нападающего да игра вот последние минуты последние 15 минут оживилась вот зрители увидят великолепный удар в нижний угол нанес Феррара и просто молодец Уваров и Дзенга уже дважды выручали своих товарищей Дзенга помните после удара Добровольского со штрафного и вот сейчас Уваров точного удара Чиро Феррара опасно атакуют итальянцы для штрафной площадки но здесь Кончельских не точной была передача Кончельских завладел ничем угла штрафной да время подходит к концу здесь вот начали раньше времени поэтому как-то трудно было подобрать сколько если судить по табло то уже последняя минута идет матча ну были остановки сегодняшней встречи Бельгии Марсель Ван Вангенхолве прибавил немного времени подходит к концу этот интереснейший и очень важный матч как для сборной Италии так и для сборной Советского Союза но наши все-таки не забывайте играли в гостях и очень важно конечно отобрать хотя бы очков итальянской сборной 0-0 Игра была неровная прямо скажу моментами какие-то вот сейчас заторчу на левом мяч защитника оживляется стадион мяч у турболиста в Италии Баджио владеет мячом но его неправильно атакует Кульков и арбитр назначает штрафной это прямо рядом с линией центрального круга 2-й 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 итальянский турболист естественно понимает что время подходит к концу это Рикардо Ферри теперь капитан команды Борези и удар по воротам но удар знаете такой головой по гострым углом его тем более что нижний угол прикрывал Александр Уваров Уваров один раз на мой взгляд совершил ошибку когда уже очень далеко к линии штрафной отправился в поход и потерял там мяч арбитр посмотрел сейчас на свой секундомер и